здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем цикл наших лекций организованных совместно с порталом экзегет и редакцией календаря от пасхи до пасхи и мы с вами приступим сейчас к эпохе христологических споров и эта эпоха по времени была даже более продолжительной чем эпоха триадологических споров связанная прежде всего с ересью арианство который извратил учение о святой троице и также как и догмат о пресвятой троице подвергся так сказать рациональному осмыслению еретическому осмыслению со стороны ария и его сторонников также и учение об ипостаси господа иисуса христа подверглась ну такому рациональному искажению удобному для понимания но заключающую в себе опасную ересь и первое такое значительное искажение было связано с констиноповским патриархом несторием который начал открыто своих проповедях исповедовать свое нечестивое учение а учение его заключалось в том что он не желал признавать за господом иисусом христом божественное достоинство то есть другими словами не считал личность ипостась господа иисуса христа божественный а утверждал что ипостась ипостась господа человеческая это отдельная человеческая ипостась и бог обитал в человеке иисусе христе как в некоем храме именно поэтому на истории утверждал что пресвятая дева родила не бога а родила человека иисуса христа и отказывался называть пресвятую деву богородицей утверждая своих проповедях открыто что она является христородицей или даже человека родицей но не родила бога и конечно это нечестивое учение вызвало протест не только со стороны епископата со стороны богослов но даже со стороны простого народа они с гневом восприняли это богохульное учение и можно сказать восстали против своего архипастыря и другие архиереи предстоятели церквей прежде всего святитель кирилл александрийский восстал против этой новой ереси и осудил ее в своих 12 анафематизмах против нестория ну и наконец император феодосий второй хотя он ну не то что симпатизировал несторию но по крайней мере как своему архиерею архиерею столичной кафедры оказывал определенное покровительство но все-таки видя такое возмущение в церкви на император повелел созвать вселенский собор и своим указом от 19 ноября 430 года своим повелением он созвал этот собор и назначил его на лето четыреста тридцать первого года но надо сказать что этот собор был очень плохо организован то есть император ну как бы так вот сказал сами так сказать разбирайтесь в этих вопросах несторий вроде бы мне нравится как архиерей но если он так сказать еретик ну осуждайте его как еретика но я в это дело совсем вмешиваться не буду поэтому во главе собора ну в общем то никого и не было то есть не было председательствующего на этом соборе со стороны императора не сам император не приехал на собор не послал на него никого из своих чиновников впрочем один только комит кандидиан он следил просто за порядком на соборе ну то есть за тем не нарушались ли на этом соборе ну какие-то элементарные так сказать требования к безопасности да вот но он получил строгое распоряжение от императора никак не вмешиваться в исследованиях о догматах и даже никак не вот вступать в организацию собственно собора не препятствовать тут архиереям так сказать их организовывать этот собор самостоятельно и совершенно естественно что первым председателем и главой этого собора стал сам святитель кирилл александрийский святитель кирилл александрийский был очень влиятельным очень авторитетным архиереем и пользовался большим авторитетом в епископате не только в александрийской церкви но в общем то и далеко за ее пределами поэтому совершенно естественно что таким председателем и организатором собора стал на сам святитель кирилл но нельзя сказать что эта организация была и идеальной напротив она была далеко не идеальной дело в том что епископ местный епископ мемнон эфесский и святитель кирилл решили открыть собор не дожидаясь представители антиохийского патриархата во главе с владыкой иоанном антиохийским и значительное число архиереев просто не успели доехать к началу собора там было более 60 архиереев и вот уже сразу вот эта организация собора оказалась такая неудачная святитель кирилл открыл собор по сути только с своими архиереями вот но конечно были естественно и другие архиереи но тем не менее тем не менее самое главное что вот антиохийская церковь при открытии этого собора не была представлена ситуация осложнилась тем что когда иоанн антиохийский с архиереями все таки достиг эфеса то соборное заседание в общем то достаточно серьезно уже продвинулись вперед и епископ иоанн даже не пришел на этот собор ну выразив протест таким образом что его не дождались вот и созвал свой так называемый соборик вот из своих архиереев и на этом соборе он выразил вот такую противоположную скажем так точку зрения то есть можно сказать что антиохийская и александрийская александрийский антиохийский пескопат они вот на этом соборе можно сказать и не встретились и не вот обсудили эти важные вопросы по поводу нестория ну само собой разумеется что иоанн антиохийский как представитель и возглавляющий антиохийскую церковь он отчасти был на стороне нестория но нельзя сказать что он разделял его еретические мнения но тем не менее тем не менее тем не менее просто потому что не истории происходил из антиохии он все-таки ему безусловно симпатизировал вот и считал что просто-напросто александрийские архиереи не разобрались в мнении не история вот на самом деле он православный просто вот он может быть не точно неправильно выразил свою мысль надо сказать что и святитель кирилл александрийский хотя был на безупречен в своем православии но тоже употреблял и некоторые не точные формулировки прежде всего формула одна природа бога слова воплощенного вот это формула как выяснили выяснилось впоследствии была взята святителем кириллом из подложных сочинений одного из еретиков четвертого века полинали ладикийского последователи которого эти труды подписывали именами святых отцов там афанасия василия великого да вот и не всегда можно было разобраться а чьи это собственно сочинение поэтому святитель кирилл в принципе в этой формуле ничего в общем такого криминального не увидел но тем не менее тем не менее эта формула как мы увидим впоследствии причинила еще много бед церкви потому что уже преемник святителя кирилла диаскор он из этой формулы вывел новое еретическое учение так называемое монофизитство то есть одна природа вот хотя святитель кирилл подразумевал под этой формулой безусловно православное учение он имел ввиду одну собственно природу божественную природу и во христе он конечно же тоже разделял православное учение о том что во христе существует две природы и одна ипостась но тем не менее вот эта вот терминологическая так сказать неточность вот это этот термин который двойственно мог пониматься он сыграл свою негативную роль и такие подозрения в еретичестве были и у антиохийских епископов и в конечном итоге собор возглавляемый святителем кириллом анфиматствовал не история еще раз и осудил его еретическое учение но а собор антиохийских епископов свою очередь анфиматствовал святителя кирилла вот возникла такая какая-то странная ситуация когда два собора и соборика да собор и соборик называли собор и антиохийского анфиматствовали друг друга а что сделал император император не стал разбираться и в общем-то утвердило решение обоих соборов вот и такая ситуация некоторое время еще продолжалась пока наконец оба предстоятеля не вошли с собою в переписку в общем-то как-то выяснили эту позицию выяснилось чтобы они православные конечно же вот и последовало такое соглашение четыреста тридцать третьего года которая начинается словами да возрадуется небеса вот и в этом соглашении антиохийская александрийская кафедра пришли к обоюдному согласию вот и утвердили уже четко православную веру ну конечно надо еще несколько слов сказать о том все таки что еще было на соборе возглавляемым святителем кириллом ну а первых первым документом который был прочтен на этом соборе был никейский символ веры безусловно и этот никейский символ веры никей костанопольский символ веры было естественно собором еще раз подтвержден а затем на соборе был прочтен символ веры некого пресвитера хорисия этот символ был признан полностью еретическим и тогда собор издал особое правило правило запрещающее произглашать другую веру кроме определенными святыми отцами со святым духом сошедшись в никее и этим правилам было запрещено что-то дополнять в святой символ веры окончательно сформированный на втором вселенском соборе вот это замечательное правило которое потом было принято естественно и последующими соборами это замечательное правило она настолько вошло в церковную жизнь что даже при святом юстиниане великом уже во время пятого вселенского собора когда он предложил ну как-то уточнить вероучение что-то добавить в этот символ отцы воспротивились и сказали нет мы вообще ничего добавлять не будем третий собор так постановил значит так и будет вот и с тех пор действительно не одного слова не было добавлено в символы веры и не убавлено с него разве что кроме так сказать западной церкви известная добавка к символу веры вот филиокве то есть о том что дух святой исходит и от отца и сына сама по себе она конечно еретическая но кроме всего прочего это добавка еще и противоречит постановлением третьего вселенского собора ну и еще одну добавку может быть так сказать вспомним это старообрядческая добавка символ веры она не еретическая духа святого истинного да но все таки это тоже еще одно слово добавленное в символ веры которое не должно быть конечно же этого слова потому что символ веры должен быть неизменен вот даже в своей такой на лексической цельности ну и в правилах третьего вселенского собора которые были приняты встречаются прещения налагаемые не только на сторонников не история но и некого целестия речь идет о неком римском аристократе афельском пресвитере это было геномышленник знаменитого еретика пелагия римского аскета и проповедника пелагий учил что человеческая природа не была испорчена привородным грехом который никак не распространяется на потомков адама поэтому учил пелагий спасение человека возможно его собственными усилиями без помощи благодати божий и это учение было в лице вот целестия осуждено на третьем вселенском соборе третий вселенский собор не выработал ороса не выработал такого цельного вероучительного документа его решение было ну в общем то следующее да не позволено будет никому произносить или писать или сочинять иную веру кроме определенные святыми отцами а кто держнет сочинять иную веру или представлять или предлагать хотящим обратиться к познанию истины от язычества или от иудейства от какой бы то ни было ереси таковых предавать анафеме равным образом если епископы или крелики или миряне окажутся мутствующими или учащими чему-то иному чем определяется в символе вера то они должны быть не изложены ну и наконец одно из решений третьего вселенского собора касалось миссалианство от слова молящиеся в актах третьего вселенского собора миссалиан называют энтузиастами это связано с их такими харизматическими практиками когда они доводили себя до иступления но вот как наши доморощенные хлысты это ересь возникла в четвертом веке миссалиане считали что в каждом человеке от рождения обитает демон который непредалимо ведет его к греху и настолько вот он этот демон до поработил человека что даже никакие церковные таинства не могут его спасти только одно может ему помочь это это молитва причем вот эти вот молитвы они творили ну так вот сектантский так сказать вот иступленно так сказать доводя себя до какого-то экс возбуждения такого вот психологического и конечно же участники третьего вселенского собора анафематствовали миссалиан и их труды и осудили как клириков так и мирян если они будут принадлежать к этой секте и так третий вселенский собор осудил ересь не история принял анафематизмы и святителя кирилла александрийского но все же не составил ороса о том как же на самом деле соединяются две природы во христе и как мы увидим с вами далее этот торос был составлен на следующем уже четвертом вселенском соборе спасибо дорогие друзья за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео кирилла